вот типа настал момент выбора персонажей такая вот картиночка без всякого арт кликаешь она немножко подсвечивается ну в принципе конечно красиво но хотелось бы честно говоря как обычно 3d впрочем вот уже и 3d когда выбрал вот хрен какой-то орг не орг можно выбрать расу хадаганцы блин выбор внешности предустановленные всякие хрени то есть лицо вариант 10 вариантов блин вот пощелкать можно по даже приблизить можно то есть нет как бы как обычно но вы знаете как обычно вот такой вот экран загрузки дерево жизни из warcraft 3 напоминает во всяком случае чем-то ну вот и первые скажем так кадры сразу идет какой-то туториал закрыть управление камерой туда-сюда вот можно осмотреть обстановочку какая она но ящик это конечно пиздец все-таки могли бы посимпатичнее сделать про графику на одном из форумов читал вроде разработчик сказал что на тип уровнем повыше чем марка кубу вов сложно сказать может повыше но если повыше то совсем чуть-чуть заранее почитал случайно на форуме что интерфейс напоминает вовский действительно напоминает вот идет квест ровно общий стиль как бы ровно такой же то есть понятно что в мелочах как по-другому но общий стиль такой же даже вот опыт за выполнение то есть такими же как цифрами прям чуть ли не один в один почерком нарисовано вот такая карта какая-то но вовская получше выглядит конечно но это в принципе тоже ничего что-то персы это наверное нпс тупо стоят хоть бы ходили что ли не знаю а вот он герой то есть тут видим тоже очень сильно похоже единственное что вот характеристики там по моему или я никогда не открывал такую вкладку может и не открывал хер узнает а вот эта хрень похоже вообще радует очень русский интерфейс то есть ворде тоже вроде русский но чё то там местами не совсем русский тут же как бы все ништяк в этом отношении это очень и очень приятно как бы когда нет проблемы что ты там ни хера или половину или там 20 процентов не понимаешь что такое вообще учитывая что фактически это получается клон вова однозначно просто вообще куда не посмотреть то есть сам стиль графики не знаю интерфейс вообще подходы какие-то не знаю вот сумка блин как-то можно было по-другому назвать рюкзак хотя бы не знаю карта мира тоже как-то можно было журнал заданий клавиши l я правда играл только в вов я не играл в линейку не знаю как там может это во многих так похоже но тут прям пипец вообще нахер вот эти вот значки хэлсы в левом углу то есть то что мини карту чё то не вижу такую как в этом вове может она появится когда я в мир выйду написано вот теперь тебе ничего не страшно надежды и опоры все империи вот реально так написано вот пошел махач игра в общем-то подтормаживает реально прям хотя сами понимаете какой тут уровень графики он весьма как бы крайне низкий то есть сама по себе графика то может быть и приятная но уровень технологичность низкий однозначно и полигонов тут можно по пальцам посчитать и текстуры ни о чем и освещение нет нормального то есть смотрите никаких не шейдеров каких-то блесков еще чего-то вообще ни хера ничего нету так же видим что только сейчас то ли обратил внимание то ли еще чего что пока что он может проходить сквозь них на мой взгляд это очень существенный минус очень существенный по первому бою могу сказать что по нормальному почему-то биться не получилось потому что что-то скай камера не очень как-то слушалась уезжала и вот это то что мимо может проходить это меня как-то я опешил короче от такой возможности скажем так вот так смотрим вот тут их глючит видим да то есть на месте идет еще исчезнет хоба ну к сожалению тупняк а они как бы телепортнулись сразу сюда то есть вместо того чтобы тупо пройти они там поныкались сначала а потом короче тут оказались сразу да чё-то махачат ваще пиздец кликать надо левой но при этом надо как-то шевелить камерой а камеры здесь шевелиться правой клавишей блять тормозит сейчас десяточку фпс выдает я щи хуею да фрапс включен но пиздец у меня кризис фрапсом сто раз больше удавал нахрен то есть вообще пиздец даже если отключать фрапс то есть вон до 13 fps падал что крайне низко я считаю неприемлемо вообще конечно сам геймплей интересный но нам характерен для многих таких игр то есть как бы тут идет в режиме экшена то есть не так сбегай принеси чё-нибудь как в ове а тип какое-то наступление туда-сюда но при этом пока ты болтаешь туда-сюда как бы ничего не происходит пока ты не дойдешь до двери то есть тип счастье от наступления ну как бы это да не совсем реально и здесь более ярко выражено чем в других жанрах игр каких-нибудь шутерах когда ты там идешь и ты конечно дверь проходишь какой-то чекпоинт и на тебя нападает но все-таки это как-то больше какой-то экшен так далее а вот мы тут чем можем три дня вот так вот постоять и ничего не будет хотя музыка заиграл такая напряженная а тут идет какая-то жопа и fps без фрапса до 8 падал да и так он 15-20 в общем что-то мне поднадоел начальный квест выполнять возможно потом выйдешь в открытый мир но пока что тут надо тупые как бы квест выполнять там беги туда забей этих ну как бы полный тупняк абсолютно вот графика в общем несколько лучше чем в ове особенно персов но особенно не в том смысле что сильно лучше а особенно в том смысле что окружающий мир пожалуй примерно такой же ну перс вот мы сами можем посмотреть то есть голова достаточно квадратная все такое плюс тормоза нехилые крайне нехилые то есть извините меня 8 fps это извините меня на такой графике тем более физики здесь тоже никакой нету было хоть физика какая крутая прямая call of duty там ну какая-никакая там где-то есть физик хотя бы тут понятное дело физики никакой нет пробегать сквозь игроков это конечно fail полный таким образом если вы играете в то сомневаюсь что вам стоит в это играть а если вы не имеете опыта игры вов то пожалуй глянуть стоит может и понравится но вообще все эти мое это достаточно специфическая хрень плюс опять же у вас должен быть достаточно мощный комп на что то с такими вот тормозами честно говоря это будет не очень приятно играть будет херня какая то тот же вов он блин он летает он всегда и везде он летает а патчи я тут как посмотрел каждые пять минут выходит плюс на форуме прочитал что без донаторство здесь конечно особо играть не получится то есть она как бы бесплатная типа но чтоб по нормальному играть надо денежки класть ну в общем достаточно спорная игра в принципе конечно право на жизнь имеет но уж слишком сильно похоже на вов слишком сильно блин как будто чуть чуть другой скин нацепили на игру и вот получаете вам вот так вот как бы вот 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 Продолжение следует...